Книга Откровения, глава 14. И никто не мог научиться сей песне, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли. Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу. И в устах их нет лукавства, они непорочны пред престолом Божиим. И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом, убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод. И другой ангел следовал за ним, говоря «Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вино блуда своего напоил все народы». И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом, кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред Агнцем. И дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертание имени его. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру во Иисуса. И услышал я голос неба, говорящий мне, напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный сыну человеческому, на голове его золотой венец, и в руке его острый серп. И вышел другой ангел из храма, и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке, пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела. И поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата. И другой ангел вышел из храма, находящегося на небе, также с острым серпом. И иной ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника, и с великим криком воскликнул к имеющему острый серп, говоря, «Пусти острый серп твой, и обрежь гроздья винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды». И поверг ангел серп свой на землю, и обрезал виноград на земле, и бросил в великое точило гнева Божия. И истоптанные ягоды вточили за городом, и потекла кровь, и сточила даже до уст конских на 1600 стадий. Книга Откровения, глава 15 И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное, семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия. И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие зверя и образ его, и начертание его, и число имени его стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии. И поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря, «Великие и чудные дела Твои, Господи Божий Вседержитель, праведны и истинны пути Твои, Царь Святых. Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои». И после сего я взглянул, и вот отверзся храм Скинии, свидетельство на небе. И вышли из храма семь ангелов, имеющие семь язв, облеченные в чистую и светлую льняную одежду и опоясанные по персям золотыми поясами. И одно из четырех животных дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков. И наполнился храм дымом от славы Божьей и от силы его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв семи ангелов. Книга Откровения, глава шестнадцатая И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам, «Идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю». Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, и сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертания зверя и поклоняющихся образу его. Второй ангел вылил чашу свою в море, и сделалась кровь как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море. Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод, и сделалась кровь. И услышал я ангела вот, который говорил, «Праведен ты, Господи, который еси и был и свят, потому что так судил. За то, что они пролили кровь святых и пророков, ты дал им пить кровь, они достойны того. И услышал я другого от жертвенника, говорящего, «Ей, Господи, Боже, Вседержитель, истинны и праведны суды Твои». Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, и дано было ему жечь людей огнем. И сжег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над всеми язвами, и не вразумились, чтобы воздать ему славу. Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделалось царство его мрачно, и они кусали языки свои от страдания. И хулили Бога Небесного от страданий своих, и язв своих, и не раскаялись в делах своих. Шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Ефрат, и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. И видел я выходящих из уст дракона, и из уст зверя, и из уст лже-пророка трех духов нечистых, подобных жабам. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань, вон и великий день Бога Вседержителя. Сейду как тать, блажен бодрствующий, хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему на гимн, и чтобы не увидели срамоты его. И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон. Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий «Совершилось». И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, так великое. И город великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий, воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости, гнева его, и всякий остров убежал, и гор не стало. И град величиной в талант пал с неба на людей, и хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая. Псалом 47. Песнь. Псалом. Сынов Кореевых. Велик Господь и всехвален в ограде Бога нашего, на святой горе его. Прекрасная возвышенность, радость всей земли, гора Сион. На северной стороне ее город великого царя. Бог в жилищах его ведом, как заступник. Ибо вот сошлись цари и прошли все мимо. Увидели и изумились, смутились и обратились в бегство. Страх объял их там и мука, как у женщин в родах. Восточным ветром ты сокрушил фарсийские корабли. Как слышали мы, так и увидели в ограде Господа сил, в ограде Бога нашего, Бог утвердит его навеки. Мы размышляли, Боже, о благости Твоей посреди храма Твоего. Как имя Твое, Боже, так и хвала Твоя до концов земли. Десница Твоя полна правды. Да веселится гора Сион, и да радуются чери иудейские ради судов Твоих, Господи. Пойдите вокруг Сиона и обойдите его. Пересчитайте башни его. Обратите сердце ваше к укреплениям его. Рассмотрите дамы его, чтобы пересказать грядущему роду. Ибо сей Бог есть Бог наш на веки и веки. Он будет вождем нашим до самой смерти. Книга пророка Иеремии, глава 14. Слово Господа, которое было к Иеремии по случаю без дожди. Плачет Иуда, ворота его распались, почернели на земле, и вопль поднимается в Иерусалиме. Вельможи посылают слуг своих за водою. Они приходят к колодезям и не находят воды. Возвращаются с пустыми сосудами, пристыженные и смущенные. Они покрывают свои головы. Так как почва растрескалась от того, что не было дождя на землю, то и земледельцы в смущении и покрывают свои головы. «Даже и лань рождает на поле и оставляет детей, потому что нет травы. И дикие ослы стоят на возвышенных местах и глотают, подобно шакалам, воздух. Глаза их потускли, потому что нет травы. Хотя беззаконие наши свидетельствуют против нас, но Ты, Господи, твори с нами ради имени Твоего. Отступничество наше велико. Согрешили мы пред Тобою. Надежда Израиля – спаситель его во время скорби. Для чего Ты, как чужой в этой земле, как прохожий, который зашел переночевать? Для чего Ты, как человек изумленный? Как сильный, не имеющий силы спасти? И однако же Ты, Господи, посреди нас, и Твое имя наречено над нами, не оставляй нас. Так говорит Господь народу всему. За то, что они любят бродить, не удерживают ног своих. Зато Господь не благоволит к ним, припоминает ныне беззаконие их и наказывает грехи их. И сказал мне Господь, Ты не молись о народе всем во благо Ему. Если они будут поститься, я не услышу вопли их. И если вы снесут все сожжения и дар, не приму их. Но мечом и голодом и моровою язвою истреблю их. Тогда сказал я, Господи Боже, вот пророки говорят им, не увидите меча. И голода не будет у вас, но постоянный мир дам вам на всем месте. И сказал мне Господь, пророки пророчествуют ложное именем Моим. Я не посылал их и не давал им повеления и не говорил им. Они возвещают вам видение ложное и гадание и пустое и мечты сердца своего. Поэтому так говорит Господь о пророках. Они пророчествуют именем Моим, а я не посылал их. Они говорят, меча и голода не будет на сей земле. Мечом и голодом будут истреблены эти пророки. И народ, которому они пророчествуют, разбросан будет по улицам Иерусалима от голода и меча. И некому будет хоронить их. Они и жены их, и сыновья их, и дочери их. Я и залью на них зло их. И скажи им слово сие. Дольются из глаз моих слезы ночи день, и да не перестают. Ибо великим поражением поражена Дева, дочь народа моего, тяжким ударом. Выхожу я на поле, и вот убитые мечом. Вхожу в город, и вот истаивающие от голода. Даже и пророк, и священник бродят по земле бессознательно. Разве ты совсем отверг Иуду? Разве душе твоей опротивился он? Лечего поразил нас так, что нет нам исцеления? Ждем мира, и ничего доброго нет. Ждем времени исцеления, и вот ужасы. Сознаем, Господи, нечестие наше, беззаконие отцов наших, ибо согрешили мы пред Тобою. Не отрени нас ради имени Твоего. Не унижай престола славы Твоей. Вспомни, не разрушай завета Твоего с нами. Есть ли между суетными богами языческими производящие дождь? Или может ли небо само собою подавать ливень? Не Ты ли это, Господи Божий наш? На Тебя надеемся мы, ибо Ты творишь все это. Субтитры создавал DimaTorzok